приветствую да ребят всем привет мы вернулись сегодня с нами паша саша ну и саша мы закончили сезон сбора урожая паша у нас как раз ответственный за сбор урожая то есть главный фермер хот-саус давай мы в этом году сделали три соуса начнем сейчас мы наверное вот как раз таки с черебомба потом расскажем уже про другие соусы маленький превью анонс такой у нас вот второй год уже мы выращиваем перцы в первый год выращиваем ферме да и мы выращиваем лица большая теплица полноценная в этом году и мы собрали уже урожай перца с наших прошлогодних семян и в принципе вот мы сейчас запускаем с пашей свои семена в продажу они будут доступнее чем американские потому что как минимум не производится здесь уже и мы понимаем какое качество мы уже видели как они всходят да и по всхожести все хорошо и по цене будет намного доступнее поэтому чуть позже будет анонс уже мы доделаем упаковки и на сайте уже в этом году мы их проверили мы их садили собрав семена с прошлого года и всхожесть была на уровне 85 90 процентов то есть по сравнению с семенами которые мы привезли из америки это очень там был очень большой пересор там было такое что не кидали и больше семян в упаковку наружность было ниже то есть это все зависит от сорта есть сорта которых сходят очень хорошо есть какие похуже ну в общем мы все опишем все расскажем следующий позже этого как будет называться ваша ферма либо компания партий батьковщины оба ридного края возможно хэппи фарм мы еще не уверены на хорошо и рабочее название круто чуть-чуть времени тяжело только закончили соусами со сбором но теперь надо перейти к следующему этапу по соусам и начинаем с карма соус сегодня черепом у нас кстати паша сегодня будет катализатором остроты потому что как мы сашей как сюда идем наверное на уверенном паша в культуре острого со стороны изготовления перца выращивание я знаю что такое от но мне острота нравится не очень поэтому мой скажем то что им на 5 на 6 мой максимум сегодня я буду таким независимым оценщиком со стороны было видно эмоции на человеке насколько это будет на мне человеке который не употребляет острое постоянно представим паша выключится рецепторы и он не будет чувствовать колес и все посмотрим давай дойдем до финиша то есть докуда пойдем ты пока открывай про соус в принципе черепом это вкусовой соус там идет нас хабанера в составе идет вишня идет яблоко чем интересен соус выпущен тринадцатом году нашим любимым брендом кармай соус с тринадцатого года не ежегодно выигрывать как минимум награду то есть на всех фестивалях у них 1 2 3 награды они берут их опасности нет нет кислинка такая запах очень приятный старая добрая аромат ну и что интересно такое он жидкий видно сразу жидкий но у него такое именно секции вкрапления тут красиво как будто черный перец как будто черный перец но надо смотреть по составу у них идут тертая вишня хабанера лук яблоко яблочный уксус тростниковый сок лайм соль это кофе это кофе зерна кофе перемолота кстати да вот это кофе это кофе там нет перца лимон лимон синамон это у нас что это у нас корица корица и клоу клевер а это гвоздика кловер нет это гвоздика идет гвоздика значит ну круто необычно но по аромату это соус к мясу кисло-сладкий такой до перечной улице у нас как раз курица ребят поэтому я не знаю не рождать друг друга не будем потому что будет стекать я в конце буду еще снова с посмотри давайте а то мало ли бомба черепом кстати лук запахи чувствуются довольно дороже и краса интересно пошли увидеть вот же у нас сегодня соусы но это для меня это максималочка для для моего вначале поставили он сильный у нас не будет соуса легче сегодня поэтому для меня это новость поэтому пойдем с тобой какую-то ты захочешь сам но вкусный ну учитывая то что я пробовал свежую каролину риппер и в принципе для меня это посильно я могу идти далеко но мне это не нравится это у меня тоже есть свежие перцы все намного все свежие да я почему-то раньше думал что соусы уровня девяточка это вообще от но поверьте если вы скушаете свежую перчинку каролины то девяточка вам покажется просто детской песни откроется по новому просто поэтому кто хочет действительно прогореть я уже понял я думаю нет что я могу сказать я ненавижу корицу и поэтому у меня детектор на корицу максимально срабатывает она тут есть есть коричный вкус отдает вишневый аромат есть вот такое наподобие как у риппера элайджи там есть ваниль и лица ваниль и вот это оба не очень отдает напоминать но другой при этом более сильная кислота меньше сладкий он менее сладкий вообще не сладкий почти с кислинкой еле сладкий аромат корицы аромат вишни но интересно что он острый я думал он на единицу он где-то на три на четыре можете на 5 смотря сколько ты его съешь не на как бы честно слюна пошла слюна пошла стало жарко он острый это не базовый соус я понимаю почему наверное он столько наград получает то есть своем классе это наверно фрукты плюс хабанеро то есть какой-то сыграл трушный хабанеро соус то есть на самом деле будет наверное немножко заблуждение черри бомбы то есть это не вишневая бомба здесь нет прям лишнего вкуса чуть-чуть я на выраженной оттенки оттенки я еще хочу добавить что у этого соуса острота не перекрывает вкус то есть так как мои рецепторы не подготовлены еще к таким серьезным прям соусом восьмерочки девяточки я хочу сказать что я почувствовал и вкус лука была и корица единственное что кофе я вообще не почувствовал нет кофе как вот вкрапление больше для красоты это понимаю потому что она чувствуется но прикольно будет эффектно ну честно тепло до сих пор борту тепло конечно он острый даже для меня он такой есть ну хороший так хорошо ощущаясь по аромату еще пару раз налить не особо это можно и садиться нормально куда подой так ты начинаешь острота от тебя ну лично по моему мимиметру так сказать я бы этому поставил наверное мои восемь но их не это где-то 4 5 думаю тоже 4 4 5 то есть для меня как для человека который нервально острая любит совершенно чуть-чуть просто нотка чтобы было острая то для меня вот это вот почти на грани но это предел того с чем можно хорошо пообедать поужинать с чем вкусно ну приятно комфортно еще мне кажется что вот кроме мяса я даже наверно ну вот может рыба и честно очень до кредоун с кислинкой то есть наверно рыба мясо за не сладкий по планету нет по вкусу твоя оценка так по вкусу ну кстати он мне понравился я бы поставил где-то 78 не тоже думаю это 7 точно по вкусу согласен я тоже 678 вот плюс-минус колебается но он хороший то есть возможно немножко будет заблуждение названия то что ты ждешь фрукты их нет да 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 но в любом случае в стиле карма вот реально оттенки кармы здесь чувствуются это крутая тема паша знаем рассказывает о карму миллион раз ему уже почему классно я почти в курсе что это же тема что это же там опять процентов на благотворительность идет с каждой проданной баночки поэтому ребята включаемся а вот у них пошли меняются еще фонды куда не отсылают деньги он туда постоянно то есть круто в общем мы оценки дали карме респект мы сейчас пойдем ко второму соус он будет тоже очень интересный он будет похож на этот мы сейчас расскажем почему ребята с вас комментарий лайк обязательно подписывайтесь пишите кнопочку делайте максимально серый и у вас будут ясные дни поэтому все поедем дальше спасибо пока